Приветствую на канале MAF. Эта инструкция будет полезна тем, кто создает или хочет создавать NFT. В ней я покажу, как работает функция Freeze Metadata на OpenSea и расскажу, для чего она нужна. Кроме того, вы узнаете о хранении NFT и об отличиях между бесплатным и платным созданием. Итак, в прошлой инструкции я создал вот такой NFT с обложкой статьи с сайта MAF. Сейчас на ее примере я покажу отличия NFT созданных бесплатно от тех, за которые была уплачена комиссия. Внизу открываю раздел Details и в последней строчке тут написано Metadata Editable. Это означает, что создатель NFT может редактировать его метаданные, например, описание, название и даже саму картинку. Так как создатель я, то могу это проверить. Нажимаю Edit сверху. Давайте, например, отредактируем описание. Оставим всего одну строчку. И теперь сохраним изменения, посмотрим, что получилось. Да, описание действительно поменялось, хотя в блокчейне по определению ничего изменить или удалить нельзя. Все дело в том, что наш NFT на самом деле пока не создан и не находится в блокчейне. Он там появится только тогда, когда его кто-то купит. А до этого момента он существует только внутри сайта OpenSea, на его серверах. Поэтому его и можно менять. Такова суть бесплатного способа. Это только выглядит бесплатно, но на самом деле оплата и создание откладывается на момент, когда работу купят. То есть удерживается со стоимости покупки. Без этого никуда. Это плата майнерам за то, что они поддерживают работоспособность блокчейна. Нельзя сказать, что это обман со стороны OpenSea. Для меня, как для создателя, никакой разницы нет. Зато помогает избежать лишних трат. Если работу купят, напротив метадейта будет написано «Centralized». Например, как вот здесь. Это означает, что метаданные все еще размещены на сервере, но уже не могут быть изменены создателем. И вот важный момент. Это особенность OpenSea, которой нет ни на Rarible, ни на большинстве других NFT-маркетплейсов. Сам файл с этим изображением даже после продажи продолжает храниться там же, где и до этого – на серверах OpenSea. Чтобы вам было понятно, я покажу, как выглядит NFT, загруженный в блокчейн. Это пример программного кода. Вам не обязательно уметь его читать. Просто обратите внимание на ссылку, которая ведет на изображение. Она обычная, т.е. начинается с HTTPS. Это значит, что владельцы сервера могут изменить файл, на который ведет эта ссылка, или даже удалить его. Тогда сам токен останется, но на его странице вместо изображения будет показана ошибка 404. Я не буду сильно углубляться в проблему с хранением NFT. Если вам интересно, прочитайте статью на сайте MAF. В ней мы рассказали о трех разных способах хранения файлов из NFT и сравнили их безопасность. Ссылка есть в описании видео. Я лишь покажу, как сохранить NFT децентрализованно, так, чтобы он точно не удалился и не потерялся в будущем. Для этого на OpenSea ввели функцию Freeze Metadata – замораживание метаданных. После создания токена нужно нажать Edit. Лучше на всякий случай снова проверить, правильно ли я оформил свой токен, потому что замораживание навсегда заблокирует и сохранит всю эту информацию в децентрализованном хранилище. В самом конце страницы, напротив слов Freeze Metadata, нажимаю на переключатель. Теперь появилась кнопка Freeze, которую и нужно нажать. Галочкой подтверждаем понимание того, что токен изменить после этого уже не удастся. Ждем пару секунд и подписываем транзакцию. Обратите внимание, что для моего токена это было бесплатно. Все потому, что он создан на блокчейне Polygon. Эта же функция для токена, созданного на Ethereum, была бы платной и стоила около 100 долларов. В зависимости от цены на газ. Теперь посмотрим, что изменилось. Во-первых, сразу видно, что рядом с картинкой появилась иконка снежинки. Во-вторых, кнопки Edit здесь уже больше нет. В-третьих, в Details напротив Metadata написано Frozen . На эту надпись можно даже нажать, чтобы в этом убедиться. Здесь показано, как выглядят метаданные. Обратите внимание на строчку Image URL. Здесь тоже ссылка на изображение, но уже необычная. Она начинается не с HTTPS, а с IPFS. IPFS – это название децентрализованного хранилища. Копии файла сохранены на нескольких устройствах, и один человек не сможет их изменить, как в случае с обычной ссылкой. Итак, теперь вы знаете, как сделать свой NFT безопасным и надежным. Эта цена как для вас, ваше творчество никогда не пропадет, так и для покупателей. Никому не хочется отдавать деньги за то, что когда-то может превратиться в ошибку 404. Если остались вопросы, задавайте их в комментариях. А на этом пока все. Оценивайте видео лайком и не забудьте подписаться на канал. Впереди еще много полезных инструкций. Продолжение следует...